Корпус располагается на территории образовательного центра «Сириус». Сегодня его посетил Владимир Путин, сопровождал главу государства Вениамин Кондратьев. Президенту России, губернатору Краснодарского края показали научные лаборатории и современные кабинеты. Сейчас здесь проходит подготовку по физике, химии и математике ребята, которые отправятся на предстоящую Олимпиаду в Катаре. Благодаря «Сириусу» мы здесь проводим в апреле смену. И там отбираем ребят. Ну, Слав, например, он седьмой класс, сколько у нас, он себя показал. И сейчас борется то, чтобы наравне со старшеклассниками, чтобы поехать на Олимпиаду. Здание рассчитано на 800 человек. После отбора обучаться в школе могут дети из «Сириуса», а также сочинские школьники в инженерно-математическом и химико-биологическом классах. Программы нацелены на исследовательскую и проектную деятельность. После ознакомительной экскурсии глава государства здесь же, в новом корпусе, провел заседание попечительского совета фонда «Талант и успех». Участие в нем принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На совещании обсудили вопросы дальнейшего развития центра «Сириус». В том числе оно включает и строительство эмиритинского лицея в Сочи. Работы на площадке уже ведутся. Это будет комплекс с уникальным набором образовательных программ, состоящий из школы на 1100 мест детского сада и бассейна. Еще одним важным элементом научно-технологического центра станет эмиритинский лицей. Он должен заработать в 2020 году. Считаю необходимым создать в нем условия для постоянного проживания и обучения воспитанников «Сириуса», а также мотивированных и проявивших высокие способности школьников самого города Сочи и Краснодарского края, других регионов России. Что хотел бы особо отметить. Здесь, в Американской долине, на базе нашего олимпийского наследия, мы с вами создаем уникальную модель образования в полном смысле, соответствующую высоким требованиям будущего. Но вопрос гораздо шире, разумеется, стоит. Весь проект «Сириус» призван стать своего рода лабораторией, площадкой для творческой свободы, поиска и экспериментов. За время работы «Сириуса» около 3000 кубанских ребят, в том числе студенты колледжей, внесены в федеральную базу одаренных детей. Преподаватели образовательного центра помогают детям из сочинских школ углубленно изучать профильные предметы, проводят лекции и мастер-классы. Кроме этого, для одаренной молодежи со всего края в скором времени построят специализированную школу поколения. Находиться она будет в Краснодаре. Работой там станет и интернат для талантливых ребят. После отбора школьники смогут обучаться бесплатно.